Добрый вечер, дорогие господа, может быть день, в зависимости от того, когда вы будете смотреть эту лекцию, лекцию номер 8 в нашем разборе книги Седдер Олам в переводе и комментарии доктора Кугенхаймера. Мы продолжаем сегодня читать эту книгу и разбираем материал, касающийся нашей преднедельной главы, главы Лехлаха, в которой очень много исторических событий, которые нам необходимо будет уложить в хронологическую стройную цепочку. Давайте глянем вместе на текст и почитаем Седдер Олам. Мы закончили с вами материалом, что потоп был в 1606 году, что Бавилонская башня была в 1996 году, Авраам Авин тогда было 48 лет, когда он пришел в Израиль на постоянное место жительства, ему было 75 лет, и это был 2023 год. Читаем дальше Седдер Олам. Здесь будет несколько интересных прослоек, поэтому прошу вашего внимания. Мы видим из всего сказанного, что со времени Вавилонской башни расселились народы до того времени, как Авраам Авин на постоянное место жительства ушел из Харана, прошло 27 лет. Вроде бы, кстати, должен сразу сказать, что вот эта цифра 27 лет, она в интернетовской редакции Седдер Оламы написана. Однако, здесь есть одно маленькое однако, дело в том, что это основано на единственном манускрипте. Все манускрипты и все комментаторы, известные нам, и Раш, и Тософот, и Бенезр, и другие, все приводят 26. Ну, первое, давайте разберемся с вами и докажем, что все-таки 26, наверное, с одной стороны, правильней. И все-таки лучше, как говорится, ничего не менять и оставаться верным традиции в Миске. Пожалуйста, обратите внимание, вот известные нам с вами даты, уже известные. Мы говорили с вами о 1996 году, 48 лет Аврааму, значит, 75 лет Аврааму, когда он приходит на постоянное место жительства. Не надо быть большим любимым учеником Марии Ивановны по математике, чтобы вычислить 75, 48, у нас действительно получается 27. И именно поэтому, судя по всему, в единственном манускрипте Седдер Олама и в дальнейших интернетовских изданиях, они предпочитают эту цифру, потому что как бы 75, 48, ну 27, куда денешься. Однако, еще раз говорю, во всех манускриптах цифра 26, за исключением одного. И доктор Гугенхаймер предпочитает это, и Раши, и Тософот упоминают именно. 26, Масехти Шаббат, на 10-й странице Амудбет. 26. Давайте с вами разберемся и посмотрим, какой цифре можно отдать предпочтение. Окей, понятно, обычная математика поддерживает 27. С чего вдруг 26 было написано? Для этого нам надо глянуть опять в Седдер Олам. В Седдер Оламе мы увидим следующую вещь. Смотрите, что пишется. Значит, прошло 27-26 лет от расселения языков до того, как Авраам Абин пришел в Израиль на постоянное место жительства. Прошло 27, в скобках 26 лет. И вот они, вот они, 12 лет служили Кадар-Лаомеру, 13 лет бунтовали против него, и на 14-й год пришел Кадар-Лаомер. Значит, нас здесь относят в действительности к строчке в Торе. К строчке в нашей недельной главе. В нашей недельной главе это глава Лаехлаха, по нееврейской классификации это 14-й раздел, 4-я строчка, где написано, что вот идут четыре вавилонских, междуреченских короля, идут хлопнуть Содом и Гаморру, и другие города соседние пограбить там, порезвиться и захватить Лота в плен. Так вот, пишет строчка Торы. 12 лет им служили, имеется в виду царь Содом, Гаморру и все остальные города, они служили 12 лет Кадар-Лаомеру, то есть платили откат за крышу. Ушло ж эсрэшана мараду, написано в Торе. 13 лет бунтовали. Это один возможный перевод, и так переводит Торгум Монкирус. И, однако, при этом Торгум Ярушалми переводит по-другому. 12 лет они им служили, на 13-й год они взбунтовались против них. А на 14-й год пришел Кадар-Лаомер. Пришел на товарищ с своей бригадой и решили проучить тех, которые этим, как говорится, не следуют. Смотрите, что пишет Седор-Лаом, что если мы сложим все эти года, 12 лет, плюс 13 лет и 14-й год, что у нас получится? 12 плюс 13 у нас получится. 12 лет принялись, 13 лет бунтовали, это у нас получается 25 лет, и на 14-й год пришел Кадар-Лаомер. 26, все. Седор-Лаом интерпретирует нашу строчку, еще раз нашу строчка, что 12 лет служили, 13 лет бунтовали, и на 14-й год бунта пришел Кадар-Лаомер. Это мнение, которое предпочитает Седор-Лаом, это мнение приводит Раши. Так, это не единственное мнение в еврейской традиции, оно не всеми принято. Давайте посмотрим, вот, соответственно, здесь справа, Медраж Баришит Раба, на эту строчку. Медраж Баришит Раба, 42-й параграф, 8-я строчка, говорит, 6-я строчка. 12 лет они служили, Раби Йоси и Раби Шимон, Риби Йоси и Раби Шимон бен Гамлиэль, у них есть разногласия по этому поводу. Раби Йоси говорит, 12 лет, потом 13 лет и вместе будет 25 лет. Сказал ему Раби Шимон бен Гамлиэль, всего вместе их было 13 лет. А что же тогда 14-й год? 14-й год бунта. То есть, у нас есть два варианта, как понять эту строчку. У нас есть вариант, что это отдельные цифры, 12 лет период подчинения, 13 лет это период бунта и 14 лет это период, когда этот бунт подавляет. 14-й год, когда этот период подавляется. Все вместе 26, если сложим. Именно Седор-Олам так рассчитывает эту цифру. Именно поэтому 26 предпочтительно, и все, что написано в других манускриптах, предпочтительно, потому что это явно выходит из этой строчки, из метода, как Седор-Олам его переводит. 27, скорее всего, кто-то попытался гармонизировать вот эти две цифры, вычесть из этого возраста этот возраст и сделали 27. И сейчас с вами увидим, что, в принципе, этого делать не надо было. То есть, мы видим, в Талмуде тоже есть второе понимание, что 12 лет работ, они служили им, Содом, Гаморра и так далее, вся эта бригада служила вавилонским царям. Потом на 13-й год, в 13-й год они отказались платить, они фактически бунтовали, и на 14-й год пришла бригада вытрясывать все, что им задолжали за прошлый год тоже. Это вот понимание такой в Талмуде. Из наших комментаторов Раша предпочитает, как обычно, интерпретацию Седор-Олама, при этом Ибн-Эзра, Радак и другие предпочитают интерпретацию вторую, которую говорит Раби Шимон бен Гамли-Эль. И что интересно, юрусалимский перевод Хумаша, то есть то, что в научном мире называется псевдо-йонатан, потому что никакой Йонатан бен Гамли-Эль никакого Хумаша не переводил никогда, как этот Талмуд свидетельствует нам. Но так вот пишут в микроотгодолоты, как-то люди так произносят, хотя следовало бы знать лучше. Псевдо-йонатан переводит это именно так, как переводит это Раби Шимон бен Гамли-Эль. То есть он переводит это, 12 лет служили, на 13-й год взбунтовались, на 14-й год пришла бригада с Вавилона возвращать свои бабки нас. Здесь как интересная вещь, как мы об этом говорили уже, но еще раз посмотрите. Кто в Бариши Траба высказывает интерпретацию книги Седоролам? Раби Йоси! Мы уже много раз говорили о авторстве его в этой книге, о его идеях в этой книге. Здесь опять мы видим, что это параллельно его идея Бариши Траба, она совпадает с тем, как Седоролам объясняет. И еще одна прослоечка интересная. Медраж Бариши Траба, он был в Израиле, как говорится, израильские композиции, все Медраж Траба, они оттуда. И как вы видите, Медраж Траба показывает, что это мнение не единственное, и поэтому неудивительно, что израильский перевод, то, что называется псевдо-юнатан бенузиэль в образованном мире, он переводит это как Раби Шимон бен Гамлиэль, потому что в Израиле такой книги, как Седоролам авторитетный, как таковой, не было. А вот вавилонская традиция, которая выражается у нас вавилонским переводом Торы, называемым Таргумонкилус, там мы видим Седоролама мнение, как переводит. Опять, в Вавилоне эти мнения устоявшиеся, в Эрецисраиль альтернативные хронологии предлагают, обратите на это внимание. Окей, не будем долго задерживаться, и у нас много материалов. Едем дальше. С этим разобрались. Теперь дальше. Получается, ну да, вот такая вот вещь получается. Получается, что не трогайте своими руками манускрипты или другие вещи, не исправляйте их. Как гармонизировать эти даты? Нужно ли было вот это вот брать и делать 27? Нужно ли, дайте я сделаю побольше скрин, нужно ли было исправлять что-то там или писать 27 из-за того, что мы возраста вычитаем? Конечно же нет, потому что есть строчки в Торе, видно 26 складывается, получается 26. Как гармонизировать нам вот эти вещи? Мы об этом с вами уже говорили, что когда здесь пишется или рассчитывается какой-то возраст, где у нас гарантия, что это точное количество лет, что там нет месяцев, месяцев туда или месяцев сюда. Поэтому, складывая возраст, у нас иногда могут быть некие казусы. Тем более, что мнение Раби Ишу в Масаха Тротшана, что праоцы родились в Ниссан. По крайней мере, Ицхак Авину точно родился в Ниссан, потому что ровно 400 лет после него. В этот же самый день в Торе написано, боец и мае мазе, вышли ли все евреи из Египта. То есть из этого мы видим, что вот он тогда тоже родился. Раз так, если он придерживается традиции, что праоцы родились в Ниссан, и что Ицхак Авину, что Абрам Авину, судя по всему, тоже родился в Ниссан, и что года, может быть, отсчитывались с Ниссана, а не с Тишрея, то очень может быть, что было 75 лет, это или в Торе данная дата, она несколько округлена. А может, он был на своем 75-м году, и это округлилось до цифры 75. Поэтому всегда надо быть осторожным, когда мы цифры складываем и читаем в возрастах, потому что, опять же, я говорю, месяцы подразумеваются в округлении их. Поэтому еще раз говорю, то, что говорят нам манускрипты, все, кроме одного, но эта цифра предпочтительней, и поэтому именно ее предпочитает доктор Гуиггенхаймер, имейте это в виду. Едемте дальше, дорогие друзья. Едемте дальше, дальше у нас начинается интересная вещь. У нас очень много событий. Абрам Авину пришел вот в этот год, правильно? О, кстати, так вот как-то вот, чтобы было весело, делать было нечего, дело было вечером. Всегда, знаете, надо комментаторов смотреть, вот всегда Ибнезра, мы его не понимаем часто, его в ешивах не особо любят изучать, потому что до конца его не понимают. А чтобы его понять, надо грамматику знать, с одной стороны, которая не всегда хорошо преподается, а второе, надо Седор-Улам хорошо знать, потому что он с этой книгой постоянно полемику ведет, дискуссирует. И вот Ибнезра так говорит, что 13 лет, то, что говорится, они бунтовали, это имеется в виду в 13-й год они бунтовали. А потом пишет такую фразу, вот смотрите здесь. Убал Седор-Улам Хибрам. То есть Ибнезра следует другой интерпретации, не той, которая в Седор-Улам. Но он потом говорит, ну автор Седор-Уламов взял и сложил их все вместе, между собой. И говорит он красивую фразу, мы должны научиться у него, как надо уважать мудрецов предыдущих поколений. Ведаато рахавами даатейну. Его знания намного шире, чем наши знания. То есть, смотрите, как хитро. У Ибнезра, вот он был, если бы не был комментатором Торы, фокусник, наверное, был у него часто, в его комментариях вот так вот легкими движениями руки что-то прячется, а что-то открывается. Ибнезра говорит, что Седор-Улам, его знания шире, чем наши. Но при этом Ибнезра своего мнения не поменял. Он остался при своем мнении. Вот этому нам надо научиться. Даже если с кем-то мы не согласны, мы признаем его величайшим человеком, но мы считаем, что вещь по-другому. Мы можем остаться при своем мнении, при этом проявив максимум уважения к мнению того, с кем мы, может, не согласны, даже если он абсолютный гений. Вот Ибнезра вот так вот здесь деликатно и делает. Мне кажется, иногда в современном мире нам как-то вот немножко может быть вот такое вот меда уважения к мнению других, даже если ты с ним не согласен. Даже если ты меньше него или он больше тебя. Вот это, с одной стороны, еврейский плюрализм, а с другой стороны, невероятно уважительный плюрализм. Если нам этого научиться, наверное, Машиих пройдет сразу же. Окей. Дальше. Так вот, Авраам Авину приходит в Израиль, правильно? То есть мы это можем стирать уже с вами, это и так уже понятно. Авраам Авину приходит в Израиль, когда ему 75 лет. Вот у нас это большая дата. Следующая большая дата. Так, опять не то. Вот это вот у нас большая дата. Этот год, у нас этот год четко известен. И следующий год, который у нас четко известный, когда Авраам Авину живет 10 лет, там ему потом дают Агарь, его служанку, точнее его жены служанку, и у него рождается сын Ишмаэль. Ну, понятно, Ишмаэль рождался не с опережением графика, судя по всему, на 9 месяцев. То есть, когда Ишмаэль рождается, в Торе написано, Авраам Авину, 86 лет. Понятно, значит, Агарь ему дали где-то почти год до этого. И получается, что когда он женился на Агарь, ему где-то было 85. Это ровно 10 лет спустя, после того, как он пребывал в Израиле. Известный еврейский закон, что если 10 лет у пары нет детей, по крайней мере, раньше этот закон как-то более строго исполнялся. Сейчас закон немножечко Аллаха, может быть, по-другому интерпретируется. Но идея такая, что надо шевелиться, если 10 лет нет детей, как-то надо митсву эту исполнять. И вот из этого видно, что Агарь дали Авраам Авину, когда ему было 85 лет, 86 родился Ишмаэль. Окей, вот это вот другая четко определяемая дата рождения Ишмаэля, когда Авраам Авину было 86 лет. И получается, это у нас будет 2034 год. Окей. Значит, смотрите. Вот у нас опять, вспомните правила Раби Йоси. Вот есть четко определенная дата. Давайте-ка мы его уберем. Чем было видно побольше. Вот здесь рождается Ишмаэль. Вот здесь Авраам Авину приходит в Израиль. Вот это четко определенные точки на хронологической линии. У нас при этом в Торе очень много событий. Авраам Авину приходит в Израиль. Потом там голод. Потом он спускается в Египет. Там он какое-то время живет. Там хватает его жену. Отпускают его жену. Он возвращается назад в Израиль. Богатства слишком много. Он с Лотом разделяется. Лот уходит жить в Содоме. Приходят четыре короля. Четыре короля хлопают Содом и Гамору. И Лота тоже прихватили с собой. Авраам Авину спасает его. Авраам Авину возвращается. И встречается с Малкицедоком, с царем Содома и так далее. Вся эта история известна. Окей. Обратите внимание. Аседоролам, это все могло произойти где-то в этом промежутке времени. Это серая зона. А Содоролам по своему принципу, который, я надеюсь, вы прослушали эту лекцию номер три, четко ее прослушали, Содоролам избегает... Лекция номер четыре. Содоролам избегает серых зон. Поэтому Содоролам говорит вещь, которую вы сейчас всех услышите. Тот же самый год, я вам прочитаю отсюда с вашего разрешения, тот же самый год, когда вышел Авраам Авину из Харана. В этот же год, это год голода, в этот же год он спустился в Египет, жил там три месяца, вернулся, жил в Элон-Имамре, который около Феврона. В этот же год он воевал с царями и вернул назад Лота. Потом прошло 11 лет, 10 лет, потом он женился на Агарь. Как написано, сарай дала, жена Авраама дала ему Агарь, египетскую служанку свою, под конец 10 лет пребывания Авраама в земле Кнаан. А потом написано, что Авраам Авину было 86 лет, когда родился Ишмаэль. То есть, ну, все, как говорится, хронологически нормально. И из этого мы также видим, что Ишмаэль 14 лет старше Ицхака. А Кавину родился, когда Авраам Авину 100 лет. То есть, если мы, мы знаем, еще 14 лет, мы получим 2048 год. 100 лет Абрама Авину 2048 год. Окей, вот это то, что нам говорит Седор Лам. Получается, от расселения языков до места, когда родился Ицхак, 52 года. Смотрите, вот расселение языков, вот когда родился Ицхак, ну, это опять Марь Иванович, нами гордилась бы. Мы отнимем. У нас получается 52 года. Вот они, красивые 52 года. Окей. Смотрите, из этого, какой вывод делает Седор Лам. в Торе, в принципе, мы видим, когда пришли ангелы к Авраам Авину и сказали, что вот мы мы тебе говорим, что у тебя сын родится, Ицхак это родится. Потом они пошли в Содом, если вы помните, и там хлопнули в Содом. Так вот, Авра Ицхак Авину, получается, родился где-то в тот же год, когда и Содом хлопнул. И из этого что получается? Получается, что Содом, Гамора и все эти товарищи существовали всего на белом свете 52 года. Обратите внимание, дорогие друзья, цифру 52 мы с вами рассчитали, вот этот весь период, это 52 года. Седор Олам работает по идее. То есть, смотрите, в те события, которые с Абрамом произошли, в Египет пришел, когда он голод был, воевал старик, да-да-да, Седор Олам всех засунул их вот в этот год. В этот год. Потому что это точно произошло до рождения Ишмаэля. Поставить это куда-то сюда мы не можем, потому что это серая зона. Значит, это когда-то до этого было, а до этого единственная четко определяемая точка это вот это вот время. Значит, все это случилось в этом году. Мы увидим очень много раз с Седор Олам такие вещи. Он абсолютно большое количество событий будет соединять все с одной точкой. Потому что эта точка определенная. Означает ли это, что исторически как и было? Нет. Это говорит о том, что это интерпретация, следующая принципу определенности, о котором мы очень много говорили. смотрите, какой вывод делает из этого Седор Олам. Получается, что 52 года существовал Содом и Гамура. То есть, что подразумевается, что все люди до расселения языков, распространения языков до Вавилонской башни, все они жили в одном месте, в долине Шинар и так далее. И как только произошло расселение Вавилонской башни, сразу же в этом году, все в 1997 году абсолютно все эмигрировали в каждый народ в свои места и сразу же построили свои города. Весело, да? Опять, та же самая идея. То есть, Седор Олам засовывает абсолютно то, что могло бы теоретически происходить, расселение людей происходить сотнями лет, как Вишемшон Рафаэль Гирш утверждает согласно интерпретации Седор Олама по принципу определенности это все произошло вот в этот год. Абсолютно все. То есть, все люди, основавшиеся Содом и Гаморру в этот год пришли и оставали в этот же год своих города. Вот отсюда начинается существование Содома и Гаморра. Такое впечатление, что компьютерный файл отсюда взяли и перенесли его сразу на новое место и там уже все построилось, как в игре Ages of Empires. Так вот, смотрите, какой из этого делается вывод, что все существование Содома, говорит Седор Олама, 52 года. Из них в спокойствии они пребывали 26 лет. 26 лет до их уничтожения. ими. смотрите, откуда, где у нас эта тема обсуждается в Талмуде. Здесь это, честно говоря, важно. в талмудической литературе в Масахед Шаббат говорит Талмуд, что надо жить в городе, который только недавно построен. Откуда мы это видим? Видим из следующей главы Торы, что когда Содома и Гаморру уничтожили, Лот просит, чтобы его оставили в городе Цоар. Эмалеп На. Можно, чтобы я спасся? Пожалуйста, чтобы я спасся вот в этом городе. И вон Цоар, он маленький такой и так далее. И там строчка Торы говорит следующее. Давайте мы глянем в Талмуд и на этом сегодня закончим наше занятие. Окей. Говорит Талмуд. Леолам. Человек должен стараться всегда жить в молодом городе, в городе недавно основанном. То есть, если есть выбор жить в Самарканде, в Бухаре, в Ташкенте или в Душанбе, надо жить в Душанбе, потому что Душанбе там всего 80-90 лет, а тем несколько тысяч лет. Почему? Там еще люди злодейские, грешные, не так долго там проживали, поэтому у этого города грехи еще не накопились, потому что он только недавно построился. И это мы видим из ситуации, что Лот ради Лота прощается один из городов на какое-то время. Этот город называется Цоар. Куда Лот спрятался. Посмотрите, почему этот город спасается. Хенеймар, как написано, Инена Айразок Крова Ланус Шама. Вот этот город, он близкий, чтобы туда прибежать. Веги Митцар, и он маленький такой. Что значит, что он близкий? Может быть, имеется в виду, что вот он там рядом находится? Так он же сказал, что или Малый Крова Демикар, Демикар Лавезуте. Может быть, из-за того, что он такой вот, сам ангел видел, что он маленький. Вот это то, что говорит, Вего Кохазула. Сам ангел видит, что этот город маленький, ему не нужно было говорить. из-за того, что заселение этого города было недавним. авонотеа муцарин, его грехи и маленькие. Амараби. Авин майкра, и что это за пасук, где мы это в пасуке видим в строчке, Ихти и Малта на Шама. И Малта, можно я туда спасусь? Он говорит, что слово на Гематрия 51. Получается, что этот город, Тор, спасся, потому что его возраст был на 51 год, а у всей остальной долины, у Содома, Амора и так далее, у них, они 52 года были. Поэтому грехи уже накопились за вот этот экстра год. Вот такая вот интерпретация, ну, опять, звучит как мидраж, а с другой стороны, наверное, очень важная поучительная вещь, что есть некая коллективная ответственность общества, любого города за их поведение. Потому что иногда люди могут не отдавать себе отчета, что они являются частью общества, как, допустим, наши мудрецы нас учат, кол Исраэля равимзеба, что те друг за друга отвечают. И вот так же с любыми горожанинами, то есть надо быть ответственным гражданином города. Так или иначе, вот это вот наша сегодняшняя задача, наша сегодняшняя прослойка на Седор-Улам. Надеюсь, что все это было нормально и для понимания, и для, как говорится, расширения кругозора. Следующая наша лекция будет на следующей неделе, дай бог, когда мы будем изучать главу Вайера. И забегая вперед, здесь могла бы быть ваша реклама. Хотел бы сказать, выясним, что общего между Пушкиным, Маяковским, Рэмбо, Айроном и Ицхаковином. Всего хорошего, добрых, до добрых встреч в эфире.